Студенты Бендерского художественного колледжа реставрируют старинные иконы по заказу Старообряческой церкви. Взаимовыгодное сотрудничество наладили этим летом. Как выглядит работа реставраторов, знает Янарховская. Бендерский художественный колледж, мастерская студенты-реставраторы возрождают уникальные шедевры. В их руках старинные иконы 18-20 веков. Для того, чтобы начать работу с иконой, нужно сначала отфотографировать и описать ее. Повреждения. Мы описываем, откуда она прибыла. Какие есть на ней повреждения. Что нам предстоит с ней вообще сделать. Работу необходимо склеить. Мы видим скол напополам. Перед тем, как я наклеила профилактическую заклейку на икону, я почистила ее от воска. А для чего заклеивать ее? Профилактическая заклейка защищает ее от каких-то ударов, от пыли, от грязи. Прежде чем наклеить папирусную бумагу, реставраторы смачивают ее натуральным клеем. Сделан он из костей и кожи кролика. Такой клей дает хорошую прочность красочному слою. Затем у реставраторов начинается борьба с вредителями. Видите эти дырочки на обратной стороне доски? Это работа жуков-точильщиков. Каждую жучью нору реставратору нужно найти и обезвредить. Дырочки мы наращиваем с помощью опилок и с помощью ПВА-клея. Мы смешиваем опилки и ПВА-клей и заделываем повреждения. Перед этим обработка формедроном. Все иконы сделаны из дерева, поэтому вредителей есть в каждой. Чаще всего для иконных досок и раньше, и сейчас используют кипарис, березу, сосну, дуб. Это зависит от того, какая школа где находится. Вот здесь какое дерево использовалось? Это Липа. Это значит какая школа? Кованская. Она в основном находится в Беларуси. После такой реставрации икона будет в хорошем состоянии лет 20 как минимум. В Старообрядческой церкви, откуда и везут образы, работы студентов довольны. Несколько икон уже обосновались в храме. Это в рамках президентского гранта сокровища вечное, которое в этом году получила Старообрядческая Покровская община, Бендерская. И мы вообще давно, много лет мечтали о том, что это осуществится, потому что собрание икон, которое здесь представлено, достаточно интересное. Есть много редких памятников как по сюжету, так и по времени, региону создания. И все-таки это наследие преднестровцев, его важно сохранить. В собрании Старообрядческой церкви Бендер сейчас около 150 икон. Все они в той или иной степени нуждаются в реставрации. Процесс этот небыстрый, поэтому приводить в порядок иконы студенты будут аж до конца следующего года. Яна Раховская, Александр Зелинский, ТСФ.